Всю свою жизнь я жил по четко спланированному сценарию. Это придавало мне уверенность в завтрашнем дне и давало мне стабильность. Но в один из дней все пошло не по плану. Каждое утро я еду в лифте со своей новой соседкой, которая мне очень нравится. Но все это время я стесняюсь с ней познакомиться. Ведь в том возрасте, когда все знакомились с девочками, в моем плане их еще не было. Поэтому все, на что мне хватает смелости, это... Хорошего вам дня. Каждый день, подходя к работе, я видел эту стройку. По плану, все уже должно было быть построено. Но, видимо, у всех были свои планы. Пять лет я работаю в дизайн-студии. За все это время я ни разу не задерживал проекты и всегда сдавал их точно к дедлайну. Мне казалось, что это должно было привести меня к должности арт-директора. Но в итоге меня все просто боялись. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И так каждый день. Знаете, что я делал, когда мой план менялся? Я повторял цитату, которая меня всегда успокаивала. Тебе плохо? Твой план рушится? Просто скажи Акуна Матат. И все, никаких проблем. И тут во мне что-то щелкнуло. Я впервые увидел ее не в лифте и решил ей помочь. Что-то случилось? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Там климат. Там климат. Блин. Знаешь, я архитектор своей неволи. Я сам создал эту тюрьму, из которой не мог выбраться всю свою жизнь. Я сам создал эту клетку из правил и ограничений, чтобы быть в ней лучшим. Вначале я боялся не оправдать надежд родителей. Потом боялся нарушить данные себе обещания. День, когда я отошел от плана, дал мне почувствовать себя по-настоящему живым. Здравствуйте. Бюро кредитной безопасности. Вадим Петрович, у вас просроченная задолженность в банке. Вы оплачивать сегодня или завтра будете? Вы знаете, мне сейчас неудобно разговаривать. Я в больнице. На меня телефон со стройки упал. И вообще, я не Вадим Петрович. Вы меня за кого держите? Значит так. Если вы будете уклоняться от оплаты, приедет наша выездная группа. До свидания. Следующий. Да следующий. Ну я не знаю. Это физиология. Все мы люди. Ну ты знаешь, в медицинском учила. Тем более у нас разные... Разница в возрасте большая. Ну ты должна это понимать, не девочка. У меня дети, семья. Садитесь. Ну видишь, у меня пациент. Не надо улыбаться, пожалуйста. Это очень серьезно все. Это не шутки. Давай, давай, вечером потом поговорим еще. Наивное создание этих женщин. Ну это же хорошо. Можно пользоваться ими. Крутить как угодно. Все по кругу, да? Вот она доверилась тебе. Ты ее обманул. А она все равно потом простила, обиделась, но простила. И все по кругу, по кругу. А со мной это что? С вами? Ага. С вами все в порядке. У вас небольшое стрясение мозга. Главное не пить, не курить недельку. И горизонтальный постельный режим. Как в порядке? А с телефоном-то что делать? А я не знаю, что с ним делать. Что хотите, то и делайте. Сейчас там модно. Молодежь, знаете, что своей внешностью делает. Понимаете, дуннели всякие. Поэтому вам о другом надо задуматься. Я вот посмотрел ваши анализы. Вам нужно срочно придумать, чем вы займетесь в последний год вашей жизни. Давайте посмотрим. Вы знаете, я вам так благодарна, что вы спасли мою Фиону. Как ваша голова? Ты мне давно уже нравишься. Я все хотел с тобой познакомиться, но как-то боялся. А сейчас, я думаю, самое время. Подержите, да? Спасибо. Хорошего вам дня. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если ты будешь жить очень долго и умрешь в глубокой старости, может тебе остался один год или даже день. Акуна Матара Акуна Матара Ну все, влезай уже. Сейчас люди придут и решат, что ты сумасшедший. Вот уже четвертый год я встречаю свой второй день рождения лежа в гробу. Те диагнозы, которые мне ставили врачи, не сбываются. Ведь жизнь сама расставит все по плану. Мы нашли, где светит. Мы поймали ветер. Мы всего лишь дети. На этой планете нет места, чтоб их метить. Здесь можно только светить. Светить, светить, сияя. Здесь есть все для соучастия. Я хочу, чтобы люди видали, радости дали. Я хочу добру разобрать на детали. Я хочу во сне ощущать, что не сплю. Я хочу быть ближе к создателю.